Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, 16 февраля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям, глава 9, стихи с 11 по 14. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей ее и совершеннейшую скини ее, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми пачих кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь обращает наш взор на послание апостола Павла к евреям. Глава 9, стихи с 11 по 14. И в этом отрывке автор послания затрагивает очень важную тему. Важную тему соотношения жертв Ветхого и Нового Завета. Через эти жертвы человек восстанавливает ту разорванную связь с Богом, которую он потерял в результате грехопадения. И в послании к евреям говорится о несовершенстве всего того, что было в Ветхом Завете, что это являлось лишь неким прообразом того, что совершится в Завете Новом. И вот мы читаем. «Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, Христос приходит со скинию нерукотворенную». Действительно, мы говорим о том, что скиния – это походный храм, который был у Моисея и который потом вырос в действительно большой Иерусалимский храм, где приносились ежедневно жертвы. И эти жертвы были различны. Это были кровь тельцов, особенно приготовленных. Были различные жертвы. Жертвы за грех, жертвы благодарения. И человек приносил в жертву животных. Также были жертвы коллективные и личные за грех всего народа и за грех лично какого-то представителя этого народа. Народа Божия, израильского народа имеется в виду. И здесь говорится о козлах. И не с кровью козлов и тельцов Христос вошел в эту скинию нерукотворенную. Мы знаем все прекрасные выражения «козел отпущения» – это библейский термин, это жертва, жертвенный козел, на которого возлагались в день очищения все грехи израильского народа. И символически его потом отпускали с этими грехами в пустыню, территорию смерти, территорию дьявола. И символически отдавали дьяволу то, что он сам принес в мир. Потом этого козла убивали и приносили в жертву. Таким образом, жертвы ветхозаветные были несовершенные, но они несли как бы в себе символ того, что в будущем произойдет. И эти жертвы очищали, но очищали они лишь тело для ритуальной близости к Богу. Христос же вошел в эту скинию нерукотворенную, скинию небесную. Как мы читаем в книге Апокалипсиса, книге Откровения Иоанна Богослова, мы читаем о том, что Христос, то есть Агнец, находится на престоле небесном вместе с Богом Отцом, и кровь мучеников вопиет к престолу об отмщении. И вот Христос приносит в эту скинию небесную нерукотворенную истинную жертву. Не кровь тельцов и козлов, но со Своей кровью Он входит. Однажды Он вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Если кровь козлов и тельцов очищала только тело для ритуальной чистоты, то Христос Своей кровью искупает нас, Он покупает всех нас из рабства, греха и смерти. Он искупает Своей кровью, Своей смертью грехи всего человечества, прошлого, нынешнего и будущего. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел те лицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Если кровь ветхозаветных тельцов, козлов и пепел те лицы, и здесь мы видим почти что всю палитру жертвоприношений ветхозаветных в ветхозаветном храме, в Ветхом Завете, это очищало человека ритуально, но эти очищения не очищали человеческую душу, человеческое сердце, они скорее покрывали человека от греха, но не делали его чистым. То кровь Христова, она, это совершенная жертва, которая очищает нас от наших мертвых дел и очистит совесть нашу для служения Богу, живому и истинному. То есть, это полностью очищение человека от греха. Это не покрытие его греха, а очищение. И это очищение реализуется в таинствах Церкви, в таинстве Нового Завета. «Пейте от нее всись, я есть кровь моя Нового Завета, которая за вас проливается во оставление грехов». Мы все участники с вами Нового Завета, и мы все в таинстве Литургии, в таинстве Святой Евхаристии являемся с вами причастниками именно этой вечной жертвы Христовой крови. Вкушая плоть и кровь Христова, мы не только соединяемся со Христом, но и являем себя участниками Нового Завета. В этом смысле, если раньше, в ветхозаветные времена, согрешив, ты всякий раз должен был приносить в жертву какое-то животное в зависимости от твоего греха или в зависимости от того, какую жертву ты хочешь принести, жертву за грех или жертву благодарения, но так или иначе всегда это новая жертва, то сейчас уже нет необходимости в этих новых жертвах, потому что была принесена одна, единственная, истинная жертва, и эта жертва есть Господь наш, Иисус Христос. Что происходит сегодня в храмах и происходило всегда с апостольских времен? Мы творили воспоминания, но воспоминания как реализующаяся реальность того, что Христос сделал однажды. Естественно, это воспоминания, потому что мы не можем приносить, Христос не может еще раз умирать, как эти тельцы, как эти ветхозаветные жертвы. Он умер один раз за всех. И мы творим воспоминания этой одной реальной, продолжающейся сейчас жертвы. И это не просто единый акт, который когда-то произошел, но он продолжается и сейчас. Жертва Христова продолжается и сейчас. Поэтому, когда мы грешим, мы увеличиваем тяжесть Христовой жертвы, и мы, когда мы грешим, мы грешим прежде всего против Христа. Это важно помнить. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стараться быть истинными участниками, осознающими, что мы являемся участниками Нового Завета. И будем помнить, какой дорогой ценою, кровью Сына Божия мы куплены. Не будем страмить эту кровь, будем проявлять друг другу любовь, к чему и призывает нас Господь, говоря о двух заповедях. О заповеди любви к Богу и любви к ближнему. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес.